Ремонт многоквартирных домов Таким образом, нынешний объем работ увеличен на треть. Участники совещания особо подчеркнули, впервые за последние годы на ремонт, замену и модернизацию 50 лифтов, лифтового оборудования и шахт в 16 домах будут направлены средства не только собственников, но и республиканского и городского бюджетов. Всего более 116 миллионов рублей. Заказчикам некоммерческой организации Республиканский фонд капитального ремонта по всем многоквартирным домам, за исключением работ по замене лифтов, заключены договора на разработку проектной смертной документации, строительно-монтажной работы, осуществление строительного контроля. Соглашение между администрацией города Чебоксара и фондом капитального ремонта по замене лифтов на прошлой неделе подписано. Сегодня-завтра ожидаем объявления конкурсных процедур по данным видам работы. Диагноз «рак» почти всегда звучит как приговор. И некоторые пациенты замыкаются, перестают общаться, даже не приходят к врачу. Преодолеть страх, взять себя в руки и не сдаваться – вот к чему призывают онкологи. Наравне с пациентами, сняв белые халаты, врачи готовы помочь дельным и дружеским советам. Мы всегда открыты к общению и за то, чтобы выстраивать партнерские отношения с нашими пациентами и их родственниками. Здесь все заинтересованные лица могут получить ответы на волнующие их вопросы и также продолжить встречу с нашими коллегами-врачами-онкологами в неформальной обстановке. Практика проведения неформальных встреч с врачами зародилась в прошлом году. Подобный формат общения появился благодаря обоюдной инициативе онкологов и пациентского сообщества «Близкие люди». Оно объединяет тех, у кого выявлен рак, кто проходит лечение и тех, кто исцелился. Сейчас в сообществе более 300 человек. Наши пациенты живут очень-очень активно. У нас проводятся групповые встречи с психотерапевтом. У нас проходят туристические поездки, мастер-классы, встречи с писателями, танцами у нас девушки занимаются. Причем уже создали свою группу танцевальную. И многое-многое другое. Я сама нахожусь в лечении. Но когда ты помогаешь людям, и потом они тебе пишут добрые слова «Спасибо, что помогли», это вдохновляет. Очень важно в лечении любого недуга преодолеть себя и не сдаваться. Густой дым валит из окна на восьмом этаже. Момент пожара засняли очевидцы из дома напротив. Возгорание началось после 10 утра. Анастасия Александрова рассказывает, что пережила настоящий ужас. Во время пожара находилась дома вместе с маленькими детьми. Семья живет как раз в той самой секции, откуда началось возгорание. Многодетная мама и вызвала спасателей. Тот в комнату постучался. Я вышла, говорю, кто? Получается, 30-я комната. Мальчик прибежал. Тетя Нази говорит, проводка кротного ведра воды, дайте. Я говорю, надо щетчики вырубить. Это же проводка. Пока до щетчика дошла, обратно домой. Не знаю, там что включать. Супругу произвели. Говорю, надо щетчики выключить, приходи быстрее. И в это время уже как дым резко пошел, мы уже отсюда убежали. Пожарные расчеты прибыли в считанные минуты. К тому моменту уже сильно дымило на верхних этажах, лестничных пролетах и в общих коридорах. Из горящего здания спасатели вывели 12 человек, двое из которых дети. Один человек погиб. Мы испугались, конечно, в доме зашел. На деле эти, как их называть, против газа. Вот. И все. И спустились мы сюда. К сожалению, в соседней комнате от местного возникновения пожара было обнаружено тело женщины 1949 года рождения. Обстоятельства пожара в настоящее время выясняются. На месте работает испытательно-пожарная лаборатория. Наиболее вероятной причиной рассматривается электротехническая. По предварительным данным, причиной смерти пожилой женщины стало отравление угарным газом. Это кадр с места происшествия. Выбитое окно, выгоревшие стены и мебель. В комнате не осталось практически ничего. Сотрудники Следственного комитета и МЧС проводят проверку. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе пожарно-техническая и медицинская. Причины возгорания будут установлены в ходе проведённой процессуальной проверки, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение. Жилой дом обесточен. Там нет электричества, не работает лифт. Лестничные пролёты залиты водой. В пострадавшей секции и коридоре не обойтись без ремонта. Всё в саже и копоти. Жильцы, в том числе семьи с детьми, намерены остаться в своих комнатах. Между тем, месяц назад в Чебоксарах уже был подобный случай. 5 января горел дом на Шевченко. В результате отравления угарным газом погибла молодая девушка. Спасатели просят соблюдать меры безопасности и ещё раз напоминают, как действовать в случае возникновения ЧП. Если в вашей квартире возник пожар, необходимо принять посильные меры к тушению возникшего очага. Если вы чувствуете, что не справитесь с плавением самостоятельно, необходимо немедленно покинуть помещение. При этом плотно закрыть дверь, но не запирать её на замок. Оповестить всех соседей о возникшей ситуации. Если пожар возник у ваших соседей и пути эвакуации отрезаны дымом, необходимо, наоборот, оставаться в помещении, плотно закрыть дверь, открыть окно, либо выйти на балкон и своими действиями призвать на помощь. Пожарные обязательно вас спасут. Хотели бы напомнить о соблюдении необходимых элементарных требований пожарной безопасности и вручить вам памятки. Обходя частный сектор, сотрудники МЧС не оставляют без внимания ни прохожих, ни автолюбителей. Каждому, кого застали во время рейда, вручают памятки, проводят короткий инструктаж. Особое внимание к ветхим домам с печным отоплением. Буквально неделю назад в Чебоксарах произошёл пожар из-за нарушения правил эксплуатации отопительной печи. Также вспыхивают дома от неисправных электроприборов. На сегодняшний день на территории Чувашской республики произошло 138 пожаров, на которых погибло 15 человек, и 19 человек получили травмы различной степени. Чаще всего от огня страдают пенсионеры, безработные, инвалиды. Причём в большинстве это мужчины. Женщины более внимательны и осторожны. Когда выходишь, или твои энергии точки, всё, розетки проверять. У нас плита нецельские, газы нет в нашем доме. Плита выключена, я проверяю, свет проверяю выключен, свет включён, не надо оставлять. По сравнению с прошлым годом, в Чебоксарах с начала января в полтора раза возросло количество пожаров. В прошлом году на больничных койках побывали 5200 жителей республики, перебравших с горячительными напитками. Причём больше половины от этого числа привезли в столичные медучреждения. Это информация Минздрава. При этом в профильном ведомстве приводят и ещё одни данные. Меньше чем 1% нетрезвых, которые попали в руки медиков, действительно требуется их помощь. Для остальных больничная палата что-то вроде комнаты отдыха. Пришёл в чувство, пошёл домой. В связи с этим, говорят в Минздраве, вопрос появления вытрезвителя стоит весьма остро, особенно в Чебоксарах. В правительстве вроде тоже не против возрождения практики отрезвления. На функционирование Дома трезвости в ближайшую трёхлетку готовы направить 25 миллионов рублей. Ещё десятки миллионов готовы пустить на строительство или ремонт уже имеющихся трёх сотен квадратных метров под центр. Только вот загвоздка. Столичные власти вместе с Минздравом и МВД никак не могут определиться, где же должен располагаться в отрезвитель. Министерством здравоохранения Чувашской республики предложено отдельное двухэтажное кирпичное здание по улице Константина Иванова, дом 20, находящееся в оперативном управлении Республиканской психиатрической больницы. Речь идёт вот об этом объекте культурного наследия регионального значения. В этом каменном доме начала 20 века действительно когда-то располагался психотерапевтический центр. Но несколько лет назад он переехал на Пирогова. Здание с тех пор законсервировали. И когда Минздрав вдруг предложил открыть там дом трезвости, столичные власти изумились, мол, в исторической части города ему не место. И предложили альтернативу зданию бывшего банно-прачечного комбината в Лапсарах. Там недалеко есть больница, там также недалеко находится участковый пункт полиции. И на данном, в этом здании уже подведены само собой все коммуникации и достаточность помещения для того, чтобы разместить и медицинский центр небольшой, аккредитовать и дополнительный пункт полиции. При необходимости мы можем туда добавить. Но тут уже возражения посыпались от регионального МВД. Там считают, что плечо доставки слишком уж велико. Что касается обязанности полиции, это указанного человека доставить в чеку учреждения. В данной ситуации, если мы будем непосредственно сразу направлять по адресу совхозный дом 16А, мы говорим о том, что у нас сокращается плотность снарядов на маршрутах патрулирования. То есть основная функция возможна полиции осуществлять охрану общественного порядка и мониторить ситуацию на маршруте патрулирования. К сожалению, ими выполняться не будут. Еще одно место в городе, где мы мог бы открыться в отрезвителе, вот этот участок между медицинским факультетом ЧГУ и больницей скорой медпомощи. Только вот модульное здание придется возводить с нуля. Кстати, по поводу именно этой локации среди исполнителей проекта сейчас меньше всего споров. Патрульно-постовая служба за считанные минуты сможет довести нетрезвого гражданина сначала до ближайшей больницы, до нее здесь рукой подать. А уже после оценки медиками его состояния до дома трезвости. Правда, окончательного решения, где расположится первый в республике вытрезвитель, пока так и не принято. А сроки уже поджимают. И то, что тянуть уже дальше некуда, на совещании отчетливо дал понять глава Чувашия. Вы застряли в очередной раз в переписках и в рассуждениях. А у нас с вами по дорожной карте 23-й год стоит создание уже соответствующего учреждения. Поэтому давайте мы с вами договоримся. Край до 17-го числа. Еще раз посмотрим по локации. К началу марта вышли на конкретные решения. Неподдельные эмоции, которые сложно сдержать. Особенно, когда ожидание новоселья растянулось на долгие годы. Анастасия Ефремова все еще не может поверить, что ей досталось новое жилье. Квартира в микрорайоне Солнечном светлая, просторная, с выполненным косметическим ремонтом и необходимой сантехникой. Дело остается за малым. Поставить мебель и смело можно переезжать. Повезло и с расположением дома. Из окна теперь открывается шикарный вид на зимний лес. Вид просто шикарный с окна. Очень приятно смотреть. Лес рядом. Солнышко. Здорово, очень здорово. Обладателем еще одной квартиры в Солнечном стала Александр Федоров. Сюда он переедет со своей женой и двумя маленькими детьми. Теперь, говорит мужчина, до садика идти далеко не надо. Ведь он практически в двух шагах от дома. Всего в этом микрорайоне обрели новое жилье трое детей-сирот. Еще два новосела теперь будут жить по улице Богдана Хмельницкого. Сейчас в очереди на получение квартиры стоят 254 человека. Программа по обеспечению жильем детей-сирот, по словам сети менеджера Дениса Спирина, активно набирает обороты. Всего в прошлом году было выдано 57 квартир. В этом году власти планируют предоставить еще 101. Сегодня мы стараемся на максимум освоить те средства, которые выделяются. И поэтому мы видим сегодня яркие, радостные лица у новоселов. Желаю им счастливой жизни в этих теплых, уютных домах. Также еще 16 детей-сирот смогут приобрести квартиру самостоятельно благодаря жилищному сертификату. В фойе поликлиники стало намного просторнее. В регистраторе убрали стеклянную перегородку, и разговоры на повышенных тонах сами собой прекратились. Сотрудники спокойно общаются с пациентами, не прерываясь на бесконечный поток телефонных звонков, потому что диспетчер их принимает в колл-центре. Пальница очень хорошо, прям красиво преобразилась, прям приятно приходить. Очередей стало мало, прям сотрудники тут хорошие, вежливые, спокойные. Буфет, что располагался напротив гардероба, теперь в конце коридора, где раньше был процедурный кабинет. А сдать кровь и сделать уколы можно в новом помещении. Здесь более просторный холм, а сама процедурная по размеру похожа на приличную операционную. В утренние часы, когда много посетителей, медсестры работают втроем. Медсестры очень профессиональные. Две недели уже ходила на уколы, на процедуры. Нигде никаких синяков, нигде никаких шишек. Я им очень благодарна. И если раньше анализы крови принимали только до половины девятого, то сейчас вплоть до закрытия поликлиники, до 18.30. Пропускная способность процедурной увеличилась в пять раз. По утрам сдают анализы только будущие мамы. И для них создан отдельный кабинет. У нас появилась доступность для проведения первого этапа диспансеризации профилактических медицинских осмотров в течение одного дня, что позволило пациентам пройти это профилактическое мероприятие за одно посещение. Второй горбольнице уже 70 лет. И для того, чтобы создать современные условия с учетом нынешних стандартов, пришлось проводить перепланировку помещений. В том числе и с учетом требований доступной среды. По всему коридору поликлиники установили пристеночные поручни. Для тех, кто передвигается на коляске, с торца здания устроили лифт-подъемник. Здесь-то приключение и начинается. С ведром грязной воды Валерий Сергеев спешит на улицу. Прямо по курсу туалет, до него 100 метров. И эта деревянная постройка здесь не отголосок прошлого, а вполне себе функционирующее сооружение. На два человека здесь мужчины, а женщины с другой стороны. С удобствами на улице жильцы 29-го дома по улице Ушакова вынуждены мириться не один десяток лет. Воды в здании тоже нет. Чтобы она появилась в том же самом умывальнике, за ней необходимо сходить до ближайшей колонки. Выживаем как можем, сетуют люди и продолжают. Даже снег на придомовой территории приходится чистить самим. Наука надежды мало. Когда поступил звонок из городадминистрации с предложением осмотреть будущие квадратные метры, были, мягко говоря, в шоке. Так долго ждали этого момента. Я чуть не упала в обморок. Думаю, наверное, что-то опять перенесли. Но мы очень рады. Ты видишь, какие мы стали старенькие, больные уже. Для которых даже не дожили. Хочется пожить с удобствами. Санузел, туалет, нормальные они. Ванны тоже нормальные. Там что, больше ничего не надо. Скромно делится своими эмоциями Валерий Сергеев, осматривая будущее владения. Тем временем другим переселенцам было что сказать. Прихожки вообще нет. Ну так же нельзя вот смотреть дверь. Прихожки нет, три двери. Но зато своя кухня отметили жильцы. В некоторых аварийных зданиях зона для приготовления пищи немыслимая роскошь. Ее попросту нет. Всего в новожилье по улице Ашмарина заселят более 250 человек. Их дома, а всего таких 11, признали аварийными до 1 января 2017 года. Чего-то готовили уже, в мешках стоят. Только дали бы ключи, быстрее бы переехали. А ключи обещают вручить. Этим летом строители работают ударными темпами. На объекте около 100 человек. Остались кровля и отделка. Для переселенцев подготовят одно и двухкомнатные квартиры. Но у будущих жильцов к их квадратуре возникли претензии. Больно малы. Людей поспешили успокоить. Помещения на пару квадратных метров все же больше исходных. А что касается балконов, то с их обликом придется смириться. Сейчас закон выходит, что архитектуру города не имеет права вообще кто-то стеклить и свои решения принимать. Есть проект, согласно проекту. Поэтому это будет уже, наверное, некрасиво. То есть каждый будет по-своему утеплять. А вот по поводу замены тамбурных дверей строители оказались не столь категоричны. Сити-менеджер обещал даже финансово поддержать. При необходимости каких-то дополнительных, может быть, финансовых вливаний, то, я думаю, мы это дело обсудим. Опять же, двери были не учтены. Сейчас идет вопрос по замене центральных дверей. С деревянных на металлические изначально. Вот здесь город уже будет активно работать и участвовать в плане дофинансирования. На придомовой территории тоже обещают навести порядок. Жильцы впредь будут любоваться не хозяйственными постройками, а современной площадкой для отдыха. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова